И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен игровой тематике, а именно обзору той самой замечательной пушки, которую я буквально пару дней назад приобрел на свой основной аккаунт. Сегодня у нас будет обзор шафта. Шафта на лечение и комбинации, на которой можно зарабатывать безумно большое количество очков. Сегодня посмотрим, что у нас вместе с вами получится. Ну и посмотрим, насколько жестко можно будет зафармить. Берем комбинацию по типу диктатора шафта с лечением и с очень нестандартным дроном. А именно со дроном снабженец, с тем самым дроном, который дает по 10 очков за каждый прожатый припас и плюс подобранный припас. То есть за каждую ДАшку, ДДшку и не тру. Ты получаешь по плюс 10 очков, если в твоем радиусе при полной прокачке, даже я могу вам сказать сколько метров, так только где дрон, вот. При полной прокачке радиус 25 метров, что является где-то около, наверное, 5 танков длиной, если вот друг за другом выстрелить, тянет этот замечательный дрончик и раздает всем вашу расходку, которую вы нажимаете. Пикаем штурм за деф. Я только вот недавно записал видос в штурме за атаку и долго запикивался за нее. Очень сильно надеюсь на то, что теперь я сейчас пикну в штурм и меня кинет сразу за деф, а не будет опять кидать за атаку. Когда мне надо было за атаку, меня кидало за деф, а сейчас будет наоборот. Надеюсь, что сразу мы запикаемся. И попробуем эту замечательную комбинацию грамотно и четко реализовать. Что касаемо шафта в целом, то мне очень понравилось играть с ним на кризисе, но в связи с тем, что кризис это донатный дрон и не у всех он имеется, есть суперская альтернатива, а именно дрон-снабженец, за счет которого можно зарабатывать дополнительные очки. Я надеюсь, что у нас сегодня все это дело получится грамотно и четко реализовать. Ну и что касаемо шафта, то шафта апнули. Шафт стал еще жестче, еще жестче начал наносить критические уроны, еще чаще их начал наносить. И в целом пушка наконец-таки сподвигла меня на покупку, на прокачку. Все те ребята, которые смотрели стримы на протяжении предыдущей недели знают, что у нас сначала была покупочка просто шафта, потом МК 7 шафта и потом его пулкачка. И теперь уже полноценно я думаю, что мы будем записывать видосы и если вы бы хотели бы видеть больше видеороликов на шафте, возможно тест каких-то устройств, возможно тест каких-то определенных комбинаций с этой замечательной пушкой, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком и в комментариях написать, что вы бы хотели видеть в ближайшее время еще данную замечательную пушку. Все, нас запикивает на очень хорошую карту и сразу же за деф мы начинаем реализацию, только я почему-то нажал дэшку и у меня к сожалению она не раздалась. Так ладно, сейчас прожимаем не труб, сверху сразу прожимаем овердрайв, фармим дополнительные очки, на тиммейтов пока что никто не покушается, соответственно мы можем накидать немножко урончику по противничку за счет хороших критических выстрелов. Меня сразу же хотят быстро схавать, но за счет критов забираем. Больше акцент делаем конечно же на лечении тиммейтов, если есть момент когда лечить некого, то мы можем вместе с вами быстренько попытаться по кому-нибудь даже свестись, а не просто обычными тычками давать хпшку. Ну и самое главное здесь с этим дроном контролировать свою замечательную расходку и раздавать ее, дабы у нас в этом плане все было четко. Ну и понятное дело, что надо очень-очень много кликать на мышку, дабы у нас появлялась возможность лечить. Так, хорошую быструю сводочку на 4000 выдаем, еще хпшку тиммейту, еще добавочку, отлично, криточек залетает. Резистов, к слову, от шафта тоже становится больше, в этой катке конечно не так уж много, но все равно их становится значительно больше, чем было их где-то месяц назад. Ну и у нас уже 200 очков за 2 минуты есть. Посмотрим, сколько нам удастся вообще зафармить за эту катку. Надеюсь, что это будут какие-то хорошие бомбические цифры очки. Так, раздаем ДАшку на тиммейта, сейчас сразу же после нее можно раздать ДДшечку и сразу же можно будет еще и прожать нетру. Главное всегда не забывать прожимать полную расходку, дабы у нас появлялись эти самые замечательные дополнительные очки за прожатие расходки. Так, у меня 95% овердрайва, если бы я конечно накопил бы овердрайв и забрал бы этот овердрайв сверху, еще было бы вообще жестко. Но, к сожалению, этого мне не удалось сделать, поэтому мы раздаем свою быструю расходочку и стараемся всех наших тиммейтов зателить, раздать овердрайв, чтобы они еще с овера навалили. Может быть я тоже что-то сейчас накину куда-нибудь интересное. Тиммейты, правда, все на фулл хп стоят. Это, конечно, плохо, можно было бы сразу тогда какую-нибудь сводочку оформить по противнику, наш тиммейт как-то не очень блокирует. А что? О, хороший купол прожал, я уже хотел сказать. Что, купол не жмем? Молодой человек, так, давайте быстро сводочку хорошую по Хантеру даем. Он, конечно, вот пивает выжать и аптечку еще нажать, не совсем грамотно получилось. Так, и не забываем дроповую расходку подбирать. За каждую дроповую расходку по 10 очков нам сверху тоже дают. Если в радиусе наши тиммейты находятся, поэтому за дропчиком тоже следим и стараемся не пропускать из виду его. Ну и лекать, лекать, лекать и еще раз лекать своих тиммейтов. Так, быстрый хилл. Так, и там против, кстати, пробития какое-то есть, которое постоянно по мне залетает. Можно будет взять, наверное, иммуночку от пробития, дабы мне этот магнум постоянно по башке не прилетал. Так, берем вот так вот и быстренько теперь продолжаем навейливать. Так, раздаем сначала ДАшку. У нас доставки противник здесь оформляет. Еще и Жига меня сразу же тоже уносит. Единственная, наверное, проблема в штурме за ДЭФ. Это то, что очень легко каточку проиграть теперь. Раньше как-то в штурме за ДЭФ было чуть попроще в этом плане. Как-то можно было и жить дольше, да. То есть сейчас какие-то очень агрессивные противники всегда попадаются практически. И очень тяжело стоять на ДЭФчике и наваливать. Я не знаю, почему это так стало сложно, но как есть, так и есть. То есть сейчас ситуация в штурме за ДЭФ поменялась. Если кто помнит, как раньше мы здесь тоже на Диктаторах фармили безумно большое количество БАБОСа, то сейчас вот эта ситуация стала куда тяжелее с фармом в штурме за ДЭФ. Но все равно она возможна. И я надеюсь, что у нас получится сегодня вот эту вот тему замечательную реализовать. Так, бомбочку прожимает противник. Сейчас тиммейты наши все поотваливаются. Так, у меня сейчас будет еще расходочка. Прожил ДАшечку. Только... А, у меня подава. Блин, плохо. Под подава это ничего не дается. Опа, вот сейчас сработало. Супер. ХП по харючку. По харючку вообще очень выгодно лекать. По самым тем танкам, которые не такое большое количество ХП имеют. Хилыч заходит прям бомбически. 640 очков у меня уже. Очень неплохо мы стартуем в этой катке. И я надеюсь, что это еще только и только начало. Так, не трушечку раздаем. КДшечка проходит. Еще ДАшечку добавляем. Сводочку здесь сделаем быструю, красивую по Хантеру. Дабы он не доставил. Пятерочка красивая к нему заехала. И можно этого Васпика бы по-хорошему не дать доставить. И тиммейтов здесь подхилить. Хорошо. Супер. Пока что все реализуется грамотно, четенько. И если оно бы и так дальше бы пошло бы, еще бы фулкатку мы бы сыграли. Вообще цены бы не было бы. Блин, не попал. Не попал практически в упоре. Еще хотел просто расходку раздать. И чуть-чуть потерял концентрацию над своим прицельчиком. По опыту в целом за одну тычку можно где-то плюсануть с легкого танка до, если я не ошибаюсь, восьми. До восьми очков. Раздаем ДАшку. И теперь сразу же сверху раздаем овердрайв. И теперь было бы неплохо еще кого-нибудь захилять. Или надо мажить. Например, по вот таким молодым людям. Ой-ой-ой, только не доставить. Блин. Как плохо, когда вот такие доставки отдаются противнику, если честно. Очень печально. Ну и Падава здесь тоже, конечно, плохо работает в нашу сторону. Но у нас уже 800 очков за 7 минут. За 7 минут 800 очков, господа. И при этом, если честно, вы ничего такого сверхъестественного не делаете. Вы раздаете расходку, лечите своих тиммейтов, играете на победочку. И за это все дело получаете дополнительные очечки. Это просто супер саппорта игра. И та саппорта игра, которая ценится не только вашими тиммейтами, но и в целом очками, которые вы можете за катку заработать. Это не есть ли крутая вещь, когда вы просто раздаете припасы, сейвите тиммейтов, даете им хп, где-то еще периодически уничтожаете. Как вот, например, сейчас. Только я его, к сожалению, не ваншотнул. Но все равно 1000 хорошую дал. Хотя, в принципе, если у вас сводки нету, то лучше вообще просто давать хп своим тиммейтам. Так, ну и доставку противника оформляет. 900 очков. Ведем в плюс 50. Супер бомбически. Посмотрим, сколько нам дадут еще за эту катку бабосика в сумме. Надеюсь, что тоже будут цифры неплохие. Раздадим сейчас еще ДА-шечку. Сверху можно будет не трунделя насунуть. И заработать еще. То есть, за каждую вот полную прожатую расходку вы получаете по 30 очков. Вы просто прожали расходку и получили сверху 30 очков. Ну вот, что можно здесь говорить? Я раньше вообще не знал про этот дрон. Хотя мне говорили, что он очень круто реализуется. Пока я не встретил одного замечательного подписчика, который на дико шафте здесь наваливает контент. То есть, сказал мне он, что можно безумнейшие бабки на этом сочетании фармить. Серега, если смотришь, здоровщик, здоровщик. Так что, ребяточки, навалим. И вообще, когда-то мне еще Артемчик давным-давно говорил, что снабжение очень круто работает. Но я тогда как-то внимания на это все дело не обращал. Артемочка, если смотришь, тоже здоровочки. Так, ладно, у нас 115 килов до 150 еще, в принципе, тянуть и тянуть. Но у нас уже 1000 очков есть за эту катку. Шафтов резиста, конечно, много. Я бы даже сказал, очень много резистов. Но, ладно, это, в принципе, не такая большая помеха. Нитрушку забираем тоже. И где-то у нас падают бабки. Бабки падают обычные. Поэтому я, наверное, на них внимания обращать не буду. А могла бы упасть замечательная канистрочка с энергией. Вот если бы это была бы канистрочка с энергией, то я бы на нее бы 100% заинтересован был бы ее подобрать. Ну, ладно, хорошо. Так, очки зарабатываются. Сколько, кстати, вот затычку с титана можно заформить? Два очка? Не, ну это два очка у нее там почти фулл было. Давай посмотреть. Ну, где-то около, наверное, 7-8 очков в целом можно заработать. Сейчас мы сделаем пограмотно. Мы прожмем ДДшку. Смотрите. Пожмем ДД. Блин. Дроповую. Дроповую забрали. Хотел сделать красиво. Получилось, друзья, как правильно, как всегда. Получилось, как всегда. Так, есть дроповый овердрайв, который мы точно здесь контролируем. Заберем сейчас его и заберем дополнительные очки с него. Хоп. У расходка овердрайвера сдать не успел. К сожалению. Так, надо бы аптечку. У меня аптечки нет. Придется ждать полный. Полный сейв. Ладно, я лучше раздаю сейчас, а то могу не выжить. Можно было бы, конечно, еще дополнительные очки получить с прожатия расходки, но я мог бы не выжить и вообще, в принципе, не раздать. А лучше раздать эту всю замечательную расходочку. Посейвиться, нанести еще дополнительный урон с критов. Так, что там мешает тиммейт? Блин, не вижу. Оп, хорошо. 1600-очка залетает. Я думал, конечно, что я ваншотну этого типочка, но ладно. Неплохо. И по пятерке очков, кстати, тоже можно за одну тычку по противнику. Даешь одну тычку и пятерочку очечий тоже формишь. Даже если не добиваешь. Но пятерка, как говорится, на дороге не валяется. Два кила у нас остается до конца этой катки. И мы фиксируем прибыль, ребяточки. Фиксируем прибыль. Фиксируем прибыль за 11,5 минут. 1250 очков. Жестко. Почти пятерочку без повышенных фондов. Это на повышенных фондах было бы, наверное, где-то около 10 тысяч. Может даже больше. Потому что там у нас при этих замечательных коэффициентах еще дополнительно насыпает. Ну и в целом, в целом, такой вот саппорта геймплей у нас получился. Это штурм за деф. Можно стараться примерно так же реализовывать все это дело в осаде. Можно пробовать играть в контроле точек. И если у вас нету дрона Кризис, то данный саппорта дрон, а именно дрон-снабженец, даже без прокачек. То есть, просто при покупке, да, там будет не 20, получается 5 метров у него длина. Будет там 15, ну 20 будет метров. Этого все равно будет достаточно, чтобы раздавать расходку, получать за это очки. Ведь очки не падают. То есть, вы каждый раз за каждую прожатую расходку получаете по 10 очков. Вы можете тоже грамотно реализовать. Именно такой шафт дает вам возможность такого хорошего, качественного, замечательного фарма. Я считаю, что если вы за каждую катку можете набирать от 1200 до 1500 очков, за катку с досрочкой и формить такие легкие кристаллы, ну это жестко. Это реально жестко. И когда я это увидел, я немножко приофигел. Я немножко приофигел. Вы помните, что раньше у нас была мета с дикой эзидой и с механиком. Теперь у нас есть новая мета. Тоже с хилом, только с хилом на шафт. Ну и с другим немножко дроном, с дроном снабженец. Поэтому пробуйте, тестируйте. Новая формилка. Как по мне, довольно жесткая. Жесткая. Ну и пишите, что вы думаете по поводу шафта. Тестим дальше устройство. Возможно, какие-то вообще видосы с ним снимаем, не снимаем. Поддерживайте видос лайком. Обязательно не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег создателя контента это тег TeamP. Здесь вы его можете вот так вот бах-бах выбрать. Ну и поставив его, вы поддерживаете меня. И имеете возможность поучаствовать в розыгрыше на 50 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов. Итоги которого будут уже совсем-совсем скоро в конце этого месяца. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.